Всем привет-привет! Сегодня в рамках нового клевого проекта от Asus Школа блогеров Мастера Искусств я выступаю в новой для себя роли в роли учителя по классу моды и дизайна и проведу для вас довольно интересный урок, в котором подробно расскажу об уличной японской моде и заодно возьму небольшое интервью у довольно известного телеведущего Артема Королева Артем, поприветствую моих подписчиков! Привет, меня зовут Артем Королев, и несмотря на то, что я нахожусь сейчас в Тель-Авивии а говорить мы сегодня будем о японской моде Жень, рассказывай, что тебе там заполнилось? Артем, японскую уличную моду создают обычные люди, такие как мы и получаются уникальные и необычные образы Я подобрала примеры образов, которыми вдохновлялись известные фэшн-гуру и вам сейчас покажу Когда я гуляла по Токио, то я обратила внимание на то, как одеваются мальчики и девочки но на образ меня вдохновили не только люди, но и сам город Токио это ультрасовременный мегаполис, в котором по-хорошему нужно прожить как минимум месяц, чтобы посмотреть хотя бы половину достопримечательностей Описать Токио невозможно, как и постичь этот город, где хай-тек новинки соседствуют с видами старой Японии Представляете? Я опять же сделаю для вас нарезку нескольких интересных мест в Токио Артем, скажи, пожалуйста, какое впечатление у тебя сложилось о японской моде? И была ли возможность у тебя побывать вообще в Японии? Я в Японии, к сожалению, пока не был, но очень люблю японский дизайн Я как раз недавно прочитал статью о создательнице бренда Comme des Garcons Рэй Кавабука Именно она заложила начало в философии бренда Строгость, концептуальность, минимализм Кстати, одна из моих любимых марок Да, Артем, я тоже знакома с этим модельером А сейчас я хочу показать вам свои покупки, которые совершила на модной улице Харадзюку в Токио Это ультра-крутая улица, просто за ней не угнаться Там такие образы гуляют каждые пять минут, что ты не знаешь, на что смотреть Давайте начнем с одежды, которая сейчас на мне Вот два милых чокера, которые я приобрела на этой улице Один полностью прозрачный, а второй черный Конечно, чокеры не выходят из моды уже года два И на Харадзюку просто огромнейший выбор этих чокеров Какие угодно разные цвета И я не смогла пройти мимо, я купила себе эти чокеры Также я не могла пройти мимо этой юбки белой пышной Очень она мне нравится, особенно мне нравится носить ее под кроссовки Еще на Харадзюку был огромный выбор носочков И носочки надевают под все Под туфли, под босоножки, под кроссовки В общем, они не стесняются и носят носки под все Такие черные клетку Прозрачные Тоже очень прикольно смотрятся Необычные В общем, там же я купила обалденный бомбер Бомбер очень качественный Сзади вышивка Япония и красивый очень тигр Бомбер спереди Два тигра Бомбер на замочке Приятный цвет И мне сейчас очень импонирует этот цвет Я сначала купила помпон А потом увидела такого же цвета бомбер И подумала, вау, это судьба Так сочетается, так красиво И тем более эти помпоны Такие модные И качество мне понравилось Знаете, везде продают помпоны Какие-то чересчур пушистые А этот помпончик очень-очень качественный Сам вот этот помпон Он приятный, такой ровный И красивый цвет Необычный Супер Его можно на телефон цеплять Либо на сумку Я цепляю на сумку На вот эту сумку, в частности В Донак Каран Нью-Йорк Мне нужна была сумка, которая подходит подо все Вот такой, знаете, универсальный цвет И она удобная Такая вместительная, качественная Замок сверху застегивается И к этой сумке я купила Там же кошелек Такого же цвета В общем, все в тему Та же фирма Кошелек как бы раскладывается Также он застегивается И есть дополнительный кармашек Для мелочи Я не люблю большие кошельки Потому что большой кошелек Занимает практически все место в сумке И это неудобно Очень неудобно Здесь золотая фурнитура И за счет этой фурнитуры Золотого цвета Эта сумка выглядит намного Дороже Дорого Красиво В общем Мода рождается на улицах И об этом не перестают утверждать Главные редакторы фэшн-изданий И байеры крупных универмагов Институты трендов Отправляют своих скаутов Во все уголки мира Которые по крупицам Собирают все тенденции Воедино После чего отправляют это дизайнерам На вдохновение Таким образом Моду и ее настроение Создают ее же потребители То есть обычные люди Как мы с вами Представляете? Если у вас нет возможности Путешествовать И вдохновляться Брать какие-то идеи Со всех уголков мира Это не проблема Вы можете найти в интернете Интересующие вас образы Посмотреть Как одеваются люди В других странах На самом деле Вдохновение черпать Можно где угодно И в чем угодно Вот я даже сейчас покажу Вам несколько примеров Как можно найти Что-то Что вас может вдохновить И в завершении Поделюсь своим наблюдением Что весь этот Интересный Многоэтапный процесс Напомнил мне Технологию Создания телефона Zenfone Zoom На базе процессора Intel На считывающую 201 этап А значит И сам этот уникальный Телефон Zenfone Zoom Можно смело Называть Настоящим Произведением Дизайна Обладающим Прочным Металлическим Корпусом И боковыми Гранями Всего 5 мм Ну посмотрите Разве он не прекрасен И на этой Прекрасной мысли Я завершаю Наш первый урок Артем Спасибо большое Тебе за участие Попрощайся Пожалуйста С моими подписчиками Всем спасибо Присоединяйтесь К школе блогеров Asos Выполняйте задания Все будет круто Пока А собственно Про задания Я хочу дать Первое задание Вам И Кейт Лайн Представьте себя В роли дизайнера И вообразите Что скоро У вас должна выйти Новая коллекция Вам нужно будет Создать серию Эскизов А потом Отобрать из них Самые удачные Для своей коллекции Дизайнерской одежды С вами была я Женя Гейн Участвуйте в проекте Школа блогеров Мастера искусств Следите за моими Новыми уроками В которых я обязательно Поделюсь с вами Самым интересным Из мира моды И дизайна Всем спасибо за просмотр Пока-пока